Не надо отказываться от того, чтобы получать любовь. Это невозможно. Нужно поменять тактику. Вместо того, чтобы напрямую ее просить у человека, нужно просто получить знание, вам получить знание, что если вы принимаете, что человек не умеет по-настоящему любить, он умеет только наслаждаться тобой, а вот отдавать тебе не умеет. Поэтому нужно просто дождаться, когда она придет. Ты хочешь любви, тогда ты не требуй у него ничего, просто для него что-то делай. И когда ты будешь вкладывать, вкладывать в него, сначала закипит, сначала яд выходит, понимаете? То есть ты ему начинаешь заботиться, он обнаглеет сначала. Ты его повоспитываешь чуть-чуть, чуть-чуть отдалишься от него, опять служишь. Все это по-доброму, деликатно очень. Потом дальше он начинает понимать, что он тебе благодарен за все, что ты делаешь. Потом дальше он начинает видеть, что ты хороший человек, что ты вот деликатно, по-доброму себя ведешь, терпишь его все время, прощаешь. Он поймет, вот через какое-то время с тобой жизни, он поймет, что ты не враг, не опасный человек, а хороший человек. Это стадия называется применятие близкого человека. Она не сразу приходит в жизнь. Ты хороший человек, он поймет. Как только он поймет, что ты хороший человек, он начнет глубже и глубже понимать тебя как личность. И в это время ты почувствуешь любовь. Ты почувствуешь, что классно, что мы вместе живем. Иногда это к старости происходит. Сляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Но на самом деле это я утрирую, это уже была шутка. Не волнуйтесь, вы расстроились. У вас все это произойдет гораздо раньше, потому что из всех людей, которые присутствуют в зале, только вы задали этот вопрос. Это значит, что вы очень мудрые. Потому что никто в этом зале не может жить без любви. А я всю лекцию говорил, что не отказывайтесь, какая любовь. А вы сказали, я не могу, я хочу любви. Это означает, что вы ее получите. Просто нужно немножко подождать, подождать. И если вы хотите меня спросить, как ждать, или где брать силы, как спросил мужчина, то есть только один способ их брать. Это природа, это энергия Бога. Люди, это проявление Бога. И храм, это сам Бог. Ну, то есть, есть энергия Бога, есть его проявление в виде доброты, качество Бога. Есть качество, есть энергия Бога, есть качество, есть сам Господь. Сам Господь находится в храме. Люди воплощают его качество. Бога через них можно качество Бога узнать. А энергия Бога, дающая силы, это природа. Когда человек с этими тремя ипостасями Бога контактирует, он получает возможность иметь силы терпеть, когда его близкий человек отдастся имностью. Потому что любовь между человеком и человеком, она требует вложений, и после вложений идет отдача. Нужно ждать. Нет, чтобы ты сразу раз и назад отдача, потому что мешает эгоизм между нами. А между нами и Богом нет эгоизма, и поэтому отдача сразу приходит назад. Поэтому природа тебя сразу любит. Я в воду зашел, солнышко увидел, сосредоточился на них. Потому что надо аскезу совершить, сосредоточиться. Мы даже это не видим. Мы когда в воду заходим, мы хотим наслаждаться водой, и мы не видим солнца, не чувствуем воду. Мы энергию Бога тоже не чувствуем. Мы всегда в своей скорлупе. Надо желать всем счастья, настроиться на отдачу, и ты получишь солнце, получишь воду. Потом, когда ты людей увидел, вот столько людей, настройся на отдачу. Ничего не желай от них. Просто служи им, служи, служи. И из сердца выйдет благодарность, которая растит тебя божественной силой. И потом следующее – это храм. Приходи туда, забудь про себя и просто молись. И это будут твои силы все, потому что сразу от Бога, от Бога сразу отдача приходит. Тебе не надо ждать. Ты пришел, и мужа можешь подождать уже. Вот после лекции вы придете, вы сможете потерпеть своих близких несколько дней. Когда не можете, слушайте опять лекцию. Энергия Бога кончилась, значит. Вот откуда брать силы. Видите, уже опять ответил. И так, постоянно я об этом говорю, на каждой лекции.